У нас сегодня 27 августа 2021 года. Я тут два загадки загадал в интернете своим. Ну и третья загадка будет, и четвертая будет. Загадки надо задавать и смотреть, как сейчас. Смотрят люди или нет. Вот. Видите, сколько заготовили нынче, мама? Много нынче заготовили. Это клен. Он кривой, но проще. К твердым породам дерева относятся, как березы. Ну, это столбы, которые есть, и из них мы сваи делали. Вот такой вот, вот этот вот пойдет уже даже на сваи. Да, кривизна, конечно, громадная. Но пока этим мы обходимся. Работаешь, там сучки разные, одежда рвется. Но у меня одежда запасная есть. Я не могу сказать, что была уж такая закадычная дружба. Как его назвать? Главнокомандующая Сибирского округа, генерал-полковник Пьянков, Борис Евгеньевич. Я лично с ним не встречался, но я делал занятия в высшем авиационном училище. И там хорошие были отношения. Ну, Ельцин дал указание ликвидировать. А устроить там институт юстиции. Институт. Ну, я был на закрытии. Как там они маршировали, прощались. Я говорю, да. Большая власть все-таки расписался. А тут сколько, кого, куда девать. Тут полковников сколько, подполковников. Ну, они маршируют, уходят все. Но теперь им надо, куда девать имущество-то. Я в это время посуетился. Написал там и мне дали. Сейчас я не могу сказать точно. Примерно 70 шинелей, 70 кетелей, 70 брюк. 70 там губанок. Вот такие, афганки называют. Вот. Я к одному вижу, что у меня очень много их. Мы тогда их отвезли в пращищную в городе. Там большие такие. Постирали они все. Ну, на них звезды. Неудобно показывать, но у меня на брюках вот она. Звезда такая есть. Нет, кажется, не на этом. Это я другие брюки надел. А вот она. Видишь, как мы их спилили, звездочки-то. И все. Погоны убрали. Подговаривали с загадки вплотную. Вот перед вами брюки такие. Видно, что это военные. Но тут такая удивительная заплата. Как будто бы материя такая, да не такая. Более светлая. Я мог бы такую сделать, но я поторопился и более светлая. Зачем заплата, когда такой прочный материал, то-другой. Я его выращиваю на эту сторону. Чтобы понять, что эта заплата закрыла. Она закрыла. Вот она там по периметру идет. Вот она что тут. Видно, вот разрез, вот и вот. И это случилось в лесу. Что у нас там могло быть? Я называю, я прошел по самому лезвию. Кажется, никогда такого страха не было, как здесь. То есть, речь шла о миллиметрах. И я мог там умереть. Определенно это уже. Что это было? Что это такое? Что тут под заплатой кроется? Какая тайна? Пускай кто смотрит и решит. Я показал с обратной стороны. Дело было в лесу. Я в обед уже защинил. Я мог бы сделать более аккуратно, но мне не... Лишь бы не было видно. Так вот. И как раз с обратной стороны я простращил. Вот. 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 Прорывы там были. Что случилось? Брюки они так хорошие. Вот. Гради ничего не было. Эту заплату. Как будто бы из такого же материала даже незаметно как сделано. Мне нравятся эти брюки. Я потом померю. Вот загадка номер три. Номер три. Так. Загадку четвертую в доме загадаю. Чтобы вода не подмывала дамбу, которая у нас стала сумаковством, мы нынче решили не просто сваи забивать, а между сваями как плетень сделать. Вот так как и вне карету, поэтому с разной стучки все это вставляли там. Три жерди с той стороны идут, а одна жердь придавливает, которые стоят тысячи где-то. И она никуда как будто переплетенная. А жердь, там береза какая, длинная и тяжелая. Надо ее поднимать. А поднимать надо привязать к той, которая там три жерди идут за этим, за пусями, которые за ними. А там в основном у нас тоже клен молодой, такой вот высоты. И заостряли каждую я диалоты и забивал там. Пахмутов, Георгий, бывший Юрий. Этим диалом занимался. И он с той стороны. Такая четверка, проволока крепкая. И когда мы эту жердь поднимаем, чтобы весь этот плетень, который не на счет просто прибитый, стоит, а прибитый глазами не прибитый, в землю так. А теперь, когда жердью прибьем, а там три, а вот они стоят здесь, тщинки-то с этой стороны. А с этой стороны, теперь жердью мы придавили среднюю. И получается, как будто бы переплетенная. Но надо ее вот эту не только прибить, а проволокой притянуть. Ну, проволока обхватывает ту жердь, которая свая там забитая. И здесь. И мы ее поднимаем. Поднимаем от проволока, которую он уже приготовил, он ее с той стороны. В это время всей силой давим эту жердь вплотную, потому что она там кривая, там всякая. А он в это время оттуда напирает и скорее закручивает. Я был в рукавичках работаем всегда. И когда так поднимали жердь, она толстая такая, вот там можно будет показать, если прямо толстая. А дальше она тоньше делается. И ее проволока захватывает мою рукавесину. И он тянет. Я как закрещал. А он-то не видит еще. Он уже закрутил ее. Я полностью все. Попал палец. Теперь я уже размышлял и вижу. Это тоненький такой намек мне от Господа. Вот я так положил руки. Главное удалено, это мизинец под пальцы. Это правое, левое, менее употребляется рука. Здесь мизинец повредил, захватил и мизинец и последняя паланга. Загадка вот в чем состоит. Кто имеет связь с врачами, скажите, что у меня произошло. Перелома нету, у меня не больно. Не больно. Чувства есть, я вижу, сразу с первого дня есть. Наложили лангетку, привязали, вот так вот его выправили. Теперь, если я его выправлю, он похож на мою дальше. Ну, хотя видно, что он долго. А когда так, он натягивается, даже просвещивается, тонкая кожа. Говорит, нервы. Нервы, если бы она не чувствовала. Я не знаю, как это пальцы работают, но мне кажется, что сухожилия есть, которые стягивают в этом направлении и в этом выправляют. Значит, версия сухожилия порвана. Это я так сам умом дохожу. Я вообще не знаю, это так или не так. Но речь идет о сухожилии, не о нервах. Сшивается или нет сухожилия? Я, если приеду туда еще полтора месяца, в город, обращусь к хирургам, могут они что-то сделать? Вот он, какой палец-то стоит, видишь, крючок. Если я его разгибаю, не больно, опять он, он сразу туда идет. То есть, натяжка здесь идет, выправить нечем. Но если бы было поломано, я знаю, как будет. Я сплю нормально, питаюсь нормально. Ну и сразу тут перемотали. С врачу позвонили. У нас свой врач есть в Барнауле, в краевой больнице работает. Он сказал, лангетку можно и намотать. Я спросил, а работать можно? Да можно. Для меня главное, можно не отработать. Я рукавички, она бывает соскакивала, у меня выходила куда. Ну, потом опять. А потом вообще снял. Говорят, нужно вот, чтобы сверху, вот как я как бы бил, так вот, маленько, кончик этой фаланги, и здесь пробудить нервы. Ну, я делаю это, а ничего нет. Загадка в чем состоит? Могу ли я надеяться, что что-то мне сделают, помогут врачи? Вопрос. Это не праздный вопрос, это для развития. Обратитесь к врачам. Подозрение у меня, что порвано сухожилие. Сухожилие, которое вверху разгибает палец. Ну, иначе зачем у нас сухожилие-то будет? Значит, за счет чего кости-то не рассыпаются? Сухожилие, ни плоть, ни жилы натягивают-то. Ну, это я умом просто так соображаю, может быть и неправильно. Вот такой вопрос разгадать. Все, 4 загадки сегодня я загадываю своим посетителям, подписчикам. Помогите разобраться. Ну, и остальное отгадывайте. Все у меня. Пошел. Пошел.